У меня сообщение, там вот по сведениям поступил отвод по новым основаниям, так что поможем. Если вы не являетесь слушателем по судебным заседаниям, вы не можете высказываться, потому что вы не являетесь участниками. Если вы будете нарушать установленный параллель, я бы вынуждена вас... Я просто наблюдаю за законностью и вижу ее нарушение, что ни поступившие документы судья не истребует из секретариата. Поэтому я указываю на ее нарушение. Это обязанность слушателя наблюдать за законностью. Пока минута молчания можно, это все-таки... Слушатель, вам нельзя участвовать в судебном заседании? Нет. Если вы желаете, мы можем вас допустить, установив вашу личность. Как человеку, я не в судебном заседании, спросите, как у человека живого, может соблюдаться законность тут? Будет соблюдаться это вообще или нет? Надо пригласить судебного пристава, чтобы вас вывелись из законности. Я могу сам уйти по вашей просьбе. Просто я хотел узнать, будет соблюдаться законность или нет. Просто хотел бы удостовериться. У вас нет таких прав задавать вопросы? Удостоверяться у меня нет прав, да? То есть законность тут не пахнет, по-моему. Было подано заявление о предоставлении копии документов. Указывает, что не был разрешен отвод. Отвод не был заявлен, поэтому не был разрешен судебным заседанием. Отвод был заявлен, вы об этом знаете только, что вам было сообщено об этом. Воль изъявления, возражение номер один о действии судьи. Ответчик указывает, что до начала судебного процесса в канцелярию поступило волеизъявление о без требований документов. Данные документы, доверенные в ближайшем образом, не были предоставлены. Куприянов присутствует в судебном заседании, однако не желает предоставляться в суд, чтобы установить его действие. Поправочки Куприянов не присутствуют. Волеизъявление слушателя, поскольку протокол ведется для всех действий, и фразы слушателя должны быть внесены в него, то хочу, чтобы все фразы слушателя, живого мужчины Денис, были внесены в протокол, соответствовали с аудиопротоколом о выпиющем беззаконии, творящемся здесь, о том, что исследованы документы только истца, а документы, находящиеся в канцелярии ответчика, не исследованы. Под протокол, пожалуйста. Ну, вы же назвали «Живой мужчина Денис». Нет, нет, никого не представляю. Число месяца года рождения своего назовите? Для чего? Для того, чтобы установить вашу жизнь. Нет числа месяца года рождения. Не желаете? У живого мужчины нет числа года рождения. Хорошо. Место регистрации свое назовите? У живого мужчины нет регистрации. Проживаете по какому адресу? Проживаю на планете Земля. Документы, обеспечивающие вашу личность имеются? Нет, у живого мужчины нет. Тем более, сейчас повыше уровень вас в компетенции слушателей не обязаны эти документы предоставлять. В канцелярии осуда 25 февраля 2021 года поступило в волеизъявление. Было подано в волеизъявление. В истребовании девяти документов, заверенных надлежащим образом, и подтверждающую личность, должность и полномочия, лица Яшова Татьяны Евгеньевны, сзывающих себя судьей. По данному отводу сторожения, в изъяснении, желаю, чтобы указан документ был приобщен в качестве письменных доказательств. Проживаете высказку? Считаю, что данный документ является явным неуважением к суду. Считаю, от... Считаю, что совершательная комната для обращения к адресу.